Hi, my students! Сегодня мы продолжаем решать вопросы с человеком, как Божьим изделием, как говорят верующие, или как изделием природы, как говорят атеисты. Были у нас тут лекции изделий «Человек», инструкции по эксплуатации, были лекции о Лебнице, как он понимает вопрос кибернетики, основоположник современной кибернетики по мнению Винера это Лебнице, дальше как вот Винер понимает это дело и другие кибернетики уже современные. То есть и в Библии, если обратиться к верующим, то в Библии там написано, что «познай самого себя и довольность тебя». То есть даже познание самого себя это вполне достаточная задача, которая поставлена самим Богом. Ну и с точки зрения атеистической теории познания это тоже является одной из главных задач вот этой теории познания. Ну мы говорили о философской стороне этого дела, были лекции по философии, по атеистической и религиозной, то есть трансцендентной философии. Эти лекции у нас были. Ну вот предстоит значит этот цикл отдельно сделать плейлист, посвященный вот человеку именно как кибернетической системе. С той точки зрения, вот мы лекцию, была у нас лекция о погрешностях человеку, о погрешностях измерительно-вычислительных систем. Вот можно считать, что человек это же открытая система, она полностью взаимодействует с окружающей средой и социумом. Поэтому вот человек это открытая кибернетическая система, так многие понимают. Это довольно-таки понятно. Главное отличие человека от кибернетической системы – свобода воли, как говорят религиозники наши. Но это сомнительно из-за открытости самой вот этой системы, поскольку воздействий слишком много внешних воздействий. И вот пример ему, посмотрим простые примеры. Начните с себя студентов. Попробуйте-ка вы вот по своей собственной воле бросить, допустим, материться, курить, пить и блудить. Ведь у многих это дело не получится. Многие так и погибают в пьянстве, в распутстве, в курении и других подобных. То есть люди уже пленены вот этими страстями, они захвачены, у них уже свобода воли отнята. И нужны внешние усилия социума, чтобы исправить человека, но это тоже редко удается. Вот пример приведу – камикадзе. Вот камикадзе – это же явно люди, прошедшие нейролингвистическое программирование. Также вот взять шизоиды, которые голоса слышат и идут убивать людей, отрезать детям голову. Как вот служанка тут одна в Москве отрезала и около метро ходила. Шахиды. Вот сейчас вот очень много шахидов, они на автомобилях совершают. Это тоже люди зомбированные, они не своей волей служат, а внушили им, что они очень великие такие решатели судеб человеческих. Ну и зомби – это вообще уже крайний случай. Это зомби – это они сейчас повсеместно, особенно вот их используют в разных диверсионных, разведывательных, террористических действиях и так далее. Функционерные всякой кибернетической системы, особенно открытые системы, оно связано с погрешностями. У нас есть здесь ссылка, будет нам, погрешности измерительно-вычислительных систем, какие они бывают. Можете посмотреть это видео. Виды погрешностей, какие мы там определяли? Ну, детерминированные, случайные промахи и сбои, сбои и промахи. Ну, из детерминированных мы вот здесь отмечали принципиальные, трансформированные, инструментальные погрешности. Что такое принципиальные? Ну, с точки зрения техники, это ясно. Если мы какое-то вот устройство, допустим, этот вот наш проигрыватель-то поставили, он DVD проигрывает, да? А Blu-ray он уже не берет. Или там камера на DVD-R берет, DVD-R она уже не берет. То есть принципиально она какие-то вещи не выполняет функции. Трансформированные погрешности. Вот мы, допустим, ввели туда какую-то информацию в эту систему. И небольшая погрешность там есть. Ну, допустим, мы вот на диск немножко пыльцы там попало, на диск. Мы вводим эту, казалось бы, ну что там пыльца там попало, а у нас уже диск воспроизводится не полностью. Некоторые дорожки перескакивают. Изображение перескакивает, и звук перескакивает. Вот эта маленькая погрешность, которая на входе, преобразовалась в большую погрешность, которая на выходе. Бывает и так. А бывает по-другому. Все зависит от функции передачи этой вот системы. Инструментальная погрешность. Что это такое инструментальная погрешность? Ну вот мы подаем сигнал все правильный, все верный. Но у нас там какие-то есть резисторы, конденсаторы, усилители. И вот с течением времени у них происходит старение, износ или механической системы, износ подшипников. Принципиальный бой этих подшипников, сбой подшипников. Также вот проигрываем, например, это DVD-диск. Вот мы проигрываем, а у него ось становится прецессировать из-за неточности подшипника упорного, опорного. И он это с дорожки тоже начинает перескакивать. У нас вот это вот инструментальные инструменты, которые приведены в этой системе измерительно-вычислительной. Также и в нашей системе биологической. То есть если перевести на биологическую систему, то человек как измерительно-вычислительная исполнительная система, то есть он и вис является, измерительно-вычислительная исполнительная система. Применительно к человеку вместо понятия погрешность используется часто, вот особенно в религии, понятие грех. Приблизительно равносильный термин вот этой вот погрешности, детерминированной погрешности. Если взять принципиальную погрешность, то это первородный грех в переводе на человеческий, на религиозный язык. Какой-то первородный грех или грехи там рода, как понимают, в других религиях. А в аврамических, это падение, грехопадение Адама и Евы, получился принципиальный погрешный человек, уже начал размножаться как животное. Как все животные. То есть он снизился с ангельского уровня до уровня животных в результате вот этого грехопадения. То есть резко на несколько ступеней вниз. Вот это первородный грех. Аналог принципиальной погрешности измерительно-вочистительной системы или кемеронетической системы. Грехи относительно аналогично инструментальной погрешности, это грехи из-за свободы воли. Инструментальные это унаследованные родовые, можно сказать, да, тоже как инструментальные. Мы их можем также определить. А из-за свободы воли аналогично трансформированной погрешности. И вот если мы видим схема такая, перед глазами у нас должна быть, это, видите, человек, че, ну, душа, вот, понимает, содержится душа, это религиозное, и люди понимают. И окружающая среда, они тесно между собой связаны. Окружающая среда воздействует на человека семью разными показателями. Семь видов взаимодействия. И это интуиция. Дальше идёт осязание, слух, это механическая, буква М. Химическая, это там, ну, вкус и так далее, запахи. А оптическая, это глаза, электромагнитное воздействие, ими тоже оказывается внешнее воздействие. И температурное. Ну, можно тут многие объединить. Но на разные датчики действуют. Поэтому мы их разделили. И так же человек, он воздействует механическими действиями на внешнюю среду, голосом, феромоном, запахами, аурой, нимбом, температурой. И, то есть, вот эти воздействия идут опять на эту систему, на окружающую среду. Таким образом, вот такой сложный, ну, и интуиция, и это, да, это седьмой, поэтому вот семь у нас такое священное число. Ну, поскольку человек, он, как бы, вот если взять математически, математически представить единичную окружность. Ну, представить, что вот человек, это такая единичная окружность. А вне единичной окружности там весь беспредельный, безграничный мир, который отражается путем, допустим, преобразования единицы на Z, комплексной плоскости, на этот единичный круг. То есть, бесконечность преобразуется в ноль. То есть, в центре все бесконечное, то есть, как говорится, Бог, он располагается в центре вот нашей всей биологической системы. То есть, он является центральным звеном. Хотя атеисты этого не признают, но признают какую-то жизненную силу, которая внутри человека есть. Самодвижение такое, человеческое самодвижение. В принципе, это, если терминами не слишком фанатично упираться в термины, то это примерно будет что у атеистов, что у верующих, это понятие будет примерно одно и то же. То есть, некоторая жизненная сила. И поскольку мы являемся, отражаем вот этот внешний мир, то мы обнаруживаем во внешнем мире подобных себе и подобных животных, окружающий мир и так далее, растений и так далее. Все мы видим это в природе. В природе такие же. И мы общаемся вот с вами, как вы со мной можете разговаривать, я с вами могу общаться. То есть, мы образуем с вами некий социум, группа студентов, и я в центре. Вот так можно здесь рассмотреть. То есть, вот человек, ноль человек, это, который разговаривает, а окружающий, вот человек один, человек два, человек три. И так вот окружает, который, допустим, меня, ближний. А вообще человечество, вот это такое многозвездие, многоточие, которое тут, вот в этой окружающей среде ОС находится. Вот это ячейка такая социума. То есть, человек и ближний. Мы с вами сейчас ображаем такую ячейку социума, которой занимаемся определенной задачей. Над нами какой-то есть информационный эгрегор, информационная пуля. Мы в нем вот находимся, и его, он нами руководит. Дальше. В социуме, конечно, что такое? Вот это ближний, это который? Сейчас вот ближний, это кто? С кем мы непосредственно общаемся? В данном случае вы для меня сейчас ближние. Ну, не семья даже, которые находятся, допустим, в другом помещении или вот в другом городе, ближний, семейный. Это нет. А именно вот те, кто, которым непосредственно... Вот пришли мы куда-то, допустим, в школу. Вот все, кого мы видим, с кем общаемся, это и есть ближние. Независимо от того, кем они нам по родству приходятся. Вот в этом отношении. В социуме есть определенные иерархии. То есть вот раньше была иерархия такая в армии, допустим. Ну и, в принципе, и в всяком сообществе. Вот группы, группки, допустим, небольшие. Ну вот в армии там взвод. Взвод. Там отделение, взвод. Потом десяток, десяток там в указах. В десяток сотник, сотник, тысячник. Потом темник и так далее. Ну вот сотник это, допустим, этот. Тысячник дальше. Тысячник это типа полковник там или десятитысячник. И так далее. Вот несколько ступеней уже до главнокомандующего. Вот такая пирамидальная схема, допустим. Иерархии в социуме. Ну я здесь двойную, дуальную, потому что вот апостолы ходили по двое, им положено по два ходить. Поэтому два апостола, потом еще, 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 и они размножаются. Вот на несколько ступеней уже много. Ну, в принципе, если рассматривать, допустим, сотников, десятников, то очень немного ступеней получается до количества там миллионов человек. А миллионы человек это, ну, шесть-семь ступеней уже до президента можно дойти. Такую организацию создать ступенчатую. И вот мы, я, допустим, как информационная такая система, вычислительная, исполнительная, то у меня тоже погрешности какие-то есть и есть. И по отношению к чему у меня есть погрешности? По отношению к вам, к социуму. Может быть, я что-то не договариваю, не ту искаженную информацию даю. По отношению к истине, которая есть абсолютно истина. Хотя считает, что ее атеисты считают, что нет абсолютно истины. Ну, в принципе, она какая-то может и есть, потому что безграничный рост есть истины от маленькой истины до великой. Там нету ограничения. Бесконечность, она актуальна. Также, в принципе, в отношении истины она все время увеличивается со степенью познания. Вот грехи в социуму у меня по отношению к ближнему, то есть по отношению к вам. И с тем я непосредственно контактирую. Но если я ребенок, то у меня все грехи по отношению к родителям. Я их не слушаю. То есть они мне говорят одно, я делаю другое. Вот это уже грех. Поэтому вот до 7 лет, если я до 7 лет, то я вот за эти вот, то что я не слышу о родителе, я отвечаю до 7 лет сам. То есть не только за себя, но и за родителей. То есть какие у него, у родителей есть грехи, то они на меня падают за непослушание. Но это такая система есть. Грехи по отношению к высостоящим иерархам, вот это. Родителям, старшим, сродникам, наставникам, начальникам, благодетелям. Грехи по отношению к окружающей среде. Ну это не только вот к социуму, но в принципе это одно и то же. Потому что для меня и вы, и все, и это есть окружающая среда. Хотя все находится и внутри меня, и частично и вы тоже находитесь, а может быть некоторые и полностью. Потому что как там мантра-то, исцеляющая все болезни восточные. Ра-ма-да-са-са-сай-со-ханг. Вот такая мантра есть. Это там все-все-все, и это все я. То есть солнце, луна, там пространство, все это я. Вот такая мантра есть. Она исцеляет, говорят, все болезни. Грехи по отношению к окружающей среде и внутренней среде. То есть у меня внутри я действую, допустим, я кушаю не то, что мне положено кушать. Не по своей группе, как говорится, жизненной группе. Группа крови – это группа жизни. Потому что кровь есть жизнь по определению. И вот к окружающей среде. Вот я пошел на улицу, там плюю, там испражняю, где попало, за собой не зарываю, не закапываю. А иногда и в подъезде могу пиво напиться и надуть там в подъезде. Ну это вот по отношению к солнцу. Могу кого-нибудь там по дороге облаять или там стукнуть по плечу в автобусе. И это все будут грехи. Или по окружающей среде я начинаю там ломать все полезные деревья, ломать со злости. И это все грехи по отношению к окружающей среде. Или поджигать. Вот сейчас вот тут модно. Поджигать. Народ нищий. Много нищих. Там 80% нищих. Потому что грехи, они все себе на состоянии республики под себя подмяли и не дают никому. Комнатами деньги набивают и все. Вот поэтому много злобы. Из-за несправедливости рождается вот эта злоба. Человек все поджигает. Все. Леса там эти. Сейчас уже может быть и города эти. Сейчас уже в случае пошли коктейль Молдова кидают прямо представители власти, участки. И это возмущение такое растет. Уже появляются и подстрекатели, которые подстрекают. Ну давайте это все. И все это есть в интернете. Вот это все в окружающей среде. Вот есть партия зеленых, которая защищает это. Это я к примеру. Значит, перечень вот таких вот грехов, она же вот и у нас самый высший грех, который есть к окружающей среде и к человечеству. Это совокупный грех называется коррупция. Вот сколько государств не было на земле, все занимаются этой коррупцией и никак ее не могут искоренить. Вот единственное, что Китай взялся решительно, он встал на древнюю позицию, когда надо за коррупцией просто уничтожать. Ну было и там же у нас во время войны, у нас при Сталине спекуляции расстреливают на месте. То есть человек купил где-то в государстве хлеба, а потом он втридорого его на рынке продают. Или там, допустим, достал где-то на халяву спирт где-то в этом самом, в армии у себя. А потом его распределяют уже на рынке там, по рюмочке разливают за большие деньги. Вот эта спекуляция, она на месте. И кто вез большие суммы денег, чемодан их там набивал, на вокзалах прям расстреливали это. Потому что спекуляция – это равносильно убийство было. Оно и в церкви так определяется. В церковных законах, если посмотреть старые книги, новые, сейчас они все это оправдывают у нас даже. Оправдывают у нас могут быть и патриарх, пидорасты, но это ничего страшного. Их вот этот дьякон Кураев оправдает всегда. И вот эта коррупция, вот такая коррупция, среди которых я отметил только спекуляцию, а там ведь еще другие виды коррупции, связанные с выростом, продажей краденого и так далее. И перечень этих грехов впервые за всю историю, вот что мы знаем, по крайней мере, там кроме Египта, в Египте, конечно, свод этих правил был. Вот есть это, занимается египтовник. Но впервые так, чтобы обнародовать эти вот список, и всенародно на стеле, допустим, выбить на камни этот список, 280 с чем-то пунктов Уголовный кодекс. Это сделал царь Хамурапи, около 3800 лет от нас назад. 3800 лет назад. Вот царь Хамурапи, он законы Хамурапи сформулировал. Там у него было все логично. Там цель какая была? Цель как раз была вот эта вот коррупция, исключить коррупцию. Первый у него был раздел судебной системы. И последнее имущество уже, вот, имущество и взаимоотношения между мужем и женой. То есть настоящий уголовный и уголовно-процессиальный кодекс этого Хамурапи. Ну, здесь я ссылку дам, там текст полный будет. Расшифровка. Это всех 284, по-моему, закона. И эти законы Хамурапи были тоже не от хорошей. И вот сейчас у нас вот эта дума, она тоже эти законы все штампует. Она очень много, ну, как бешеный принтер, она работает уже с 91-го года. И она все законы, она не против коррупции. Обратили внимание, что нету ни одной закона, который бы ужесточал меры против коррупции. Наоборот, мы видим, что если сейчас мы на экономической основе стоим безидейные, идеологии в стране нету, правительство безидейное, президент безидейный. То есть он не исповедует ничего, он нам идеологию никакую не передает. То есть он стоит на экономической основе вот этой рыночной экономики. Но мы про это не будем, никакой рыночной экономики нет у нас. Потому что нет конкуренции. На рынке нет конкуренции. И вот мы штампуем эти законы, только мы его поощряем. Все поощряем, будет нарушение закона. Если положен в Китае расстрел, то у нас домашний арест. Под домашний барьер. У человека обнаружили там чуть не 80 миллиардов рублей. Миллиарды рублей в комнате обнаружили. Больше тонны или двух тонн, что ли, денег. И ничего, он сидит всего, он отдыхает. А этот вот взятку взял 2 миллиона. Он вообще под домашним. Табуреткин у нас такой был, знаменитый. Я не буду фамилии называть, а кличку назвать. Можно Табуреткин. Он свободно преступление совершил. И подельницы все его, гарем-то его весь, женский коллектив. Все уже освободились. Одна там немножко посидела. Ну и, может, года два и то сейчас уже выпустили вроде бы. То есть мы все время, если Хамурапи, он, закон был у него какой? Ну, простой закон. Любой вор, он чего украл, доказано, если доказано, конечно, то сразу к смерти придал. Любой там, вот мы Сталина ругаем, он за колоски давал, там срок давал. Но важно-то не количество украдено, а важен сам факт, что человек заражен. Но считали как? Что с человеком ничего нельзя сделать, его только можно убить, его исправить нельзя. Но сейчас гуманистическое считается общество, мы считаем, что можем его исправить. Ну, по крайней мере, при коммунистах так считали. Вот они исправляли, но ничего из этого не получилось. Хотя раздувает вот эту вот идеологию Макаренко, эти вот трудовые коммуны детские, но там положительная роль, может быть, была мизерная. А остальное все так, преступность она была. И когда после смерти Сталина выпустили всех преступников на волю-то, и они все общество посадили, все общество стало преступным. Уже даже рабочий класс извратился, и он уже на работе, ты не гость, унеси хотя бы гвоздь. Уже все стали ворами. А сейчас уже, как говорится, уже царство, царство воров. Вот как Навальный говорит, может, у него частично есть, он преувеличивает, может быть, но да, партия жуликов и воров есть у нас, она и голоса вот мытищих, сколько они там, в 68 или 86 участках тотальный брось голосов сейчас в суд подали на них, на эту мытищинскую систему. Ну вот это мы говорим про грехи, которые и хамурапи закон, да? Он был жестокий, дальше было тоже жестокие законы, средневековье, особенно когда вот христианство только начало, эти императоры подхватили это христианство, превратили его в свою идеологию. И тогда оно жечь на кострах, земля круглая на костер. Там если там что-то женщина брюки одела, на конь села, на коня, на костер ее, эту Жанну Дарк там, борется, если кто-то чего-то против засилий, это церковников фанатизма, это борется все на костер. Жестокие преследованные были уже обратные гуманизмы. Ну, то есть формы разные, независимо от того, какая идеология, или вот социалисты, революционеры, мы говорили про них, призрак коммунизма была у нас лекция. Мы говорили про французских социалистов. Так они были настолько жестоки, они друг другу голову все отрубали. Как только они приходили к власти, первое, что они сразу начинали хапать, их партия начинала все хапать кругом. И как только они нахапают, они власть бросали. Дальше приходили следующие хапать, а этим отрубали голову. И потом так по очереди они друг другу всех голову отрубали. А из-за чего? Из-за того, что они брали власть под мозгу социализма, на самом деле свои эгоистические цели преследовали. Ну, там не все, допустим, ну, отрубали эту голову им всем. И там же, как и они, отрубали. Ну, были такие вот храмовники, тоже храмовники, с королями, с французскими воевали, проклятые короли оказались. В результате во Франции, сейчас уже короля вроде как и извели они во Франции. Ну, они вот и в России извели, и в Австрии, и в Германии, потому что они неугодно были им, боролись они против масонства церковного, против католического масонства. Секта иезуитов, там, преорационы и так далее. И вот они все были уничтожены. И этот закон, как вот хамурапи, он трансформился, он перерос у нас сейчас вот в уголовный кодекс. И дальше эти все законы еще увеличиваются. Но увеличиваются не с целью выправить положение вовсе, а с целью, наоборот, ухудшить. А почему? Потому что идет принцип, чем хуже, тем лучше. То есть, тем больше мутной воды, можно грести беззаконно. И с применением, особенно, вот этих информационно-вычислительных систем, кибернетических систем, возможности для ограбления, ну, просто колоссальные. Сейчас, если исчезнут деньги, станутся одни электронные деньги, то считают, что денег ни у кого нет. Потому что эта карточка, это в любой момент оказалось, что там ноль. Ну, это уже сейчас вот на этом сотовом телефоне, вот, деньги положишь, и все, считай, забыл. Потом раз, и денег-то у тебя нету. Они куда-то исчезают, эти деньги, которые на телефоне положены. То есть, оплата вперед, а дальше они исчезают, не получаешь из-за этого никаких ни товаров, ни услуг. Вот такая система идет, ну, беспредел, он, конечно, продолжается. В отношениях, если Хамурапи был более-менее, но он жестокий считали, надо же это, вот надо мягче к спекулянтам, к коррупции надо подходить мягче, на вопросы смотреть ширше кино. Вот, и дальше трансформировалось в законах Хамурапи, они превратились уже вот в аврамических религиях, в законы Ветхий Завет и Новый Завет. Ну, Ветхие, вот это вот 10 заповедей, мы знаем их, там перечислять не буду, я сошлюсь лучше. Ну, в принципе, могу и перечислить. Вот, грехи, они делятся на два раздела, вот это 10 заповедей, два раздела, по пять. Пятерка первая, это, значит, грехи против Бога, сигнализирует о грехах против Бога. А перечень, вторая пятерка, это против ближнего, нарушение, значит, по отношению к ближнему. «Первый я Господь Бог твой, да не будут тебе иных богов, кроме меня. Не сотвори себе кумира, не произноси имя Бога в суе, помни день субботний, почитай отца и мать твою». Это вот против Бога. Ну, потому что, почему он сюда ходит, мать и отец? Потому что это как раз и есть воплощение по отношению самые ближние люди, и в них содержится вот Бог, и Его Слово передается через родителей, если они, конечно, нормальные, но, как говорится, нормальные родители. То есть ребенок произведен законно от крещенных родителей, от церковленных ребенок, сам крещеный, то это вот в этом плане родители, они являются источником Бога для ребенка. Поэтому грехи против родителей – это и есть грехи против Бога. Все к идеальному случаю нормальные родители, нормальные ребенка. Грехи против ближнего, нарушение заповедей. Не убей, не прелюбодействуй. Ну, мы будем это прелюбодействовать. Мы все эти грехи отдельно будем сидеть в субботнии, и постараюсь в субботу, там, каждую субботу, 10 суббот этим посвятить, если Бог даст, то и живо будем. Я вам отдельно рассмотрю вот эти… Там очень много градаций идет, даже мы не знаем даже. А это нам насаждается все через телевидение, радио. У нас садятся на эти грехи, так же, как на наркотики, на табак, реклама, на водку. Все это садится путем рекламы. Так же на эти грехи, потому что, если у тебя грехи, то ты идешь в церковь, платишь деньги. Или идешь в больницу, там платишь деньги. Или идешь в тюрьму, отрабатываешь, или там тебя конфискует все. Но ты должен именно вот туда идти, в том направлении, в направлении греха, потому что тогда ты представляешь собой финансовый интерес для государства, которая живет не для людей. Государство сейчас идет. Оно только прикрывается, как социальное государство. На самом деле идет натуральное, в принципе, подавление человеческих всех прав, но в то же время увеличиваются права воров и расточителей, и они поощряются. Ничего, никаких наказаний. А наказание идет именно вот путем увеличения цен на продукты питания. Все же потом это сказывается, а потом все компенсируется за счет нижних слоев населения. А верхние при этом, которые, в принципе, все богатства путем бандитской политизации, они захватили, эта вся верхушка, она остается. Она не может работать, то есть для людей она не может, иначе у нее не будет дохода просто. Если милиция не будет насаждать преступности, у них не будут звездочки. Если армия не будет насаждать войну, оружие ковать, то у них не будет звездочек. Если судебная система перестанет работать, она взятки не берет ни адвоката, ни судьи, ничего. И так далее, и тому подобное. То есть, если, допустим, мы не будем грешить, то не согрешишь, не покаешься, как сказал Распутин. Вот, поэтому мы должны грешить, мы должны преступления совершать и так далее, и тогда нас будет государство поощрять. Или наоборот, если мы хорошо себя ведем, мы нормально ведем, то обязательно найдется к нам какая-то зацепка. А вот у тебя там три сотки не оформлено. Надо пойти оформить это, деньги заплатить, чтобы у тебя эти три сотки не отобрали. Вот такие дела. Это как вот в итальянской сказке-то, Чаполлино, про Чаполлино там, пан тыквы и так далее. Ну, вы знаете все. И дальше вот этот не укради, не лжесвидетельствуй. Лжесвидетельствуй. Это вообще считалось. За это убили, при Хамурапе, вот за все эти грехи, смертная казнь. А не прелюбодействие, это Бога в реку бросали там. Если захватят прелюбодеев двух, то их связывали вместе и в реку кидали. Нижесвидетельствуй у нас, ну, оно кругом в судебной системе оговорят, судят невинных, там наоборот этих виновных всех отпускают и так далее. Это у нас сплошняком идет. Сплошняком. И это не раскрывается ничего. На основании жесвидетельств ничего не раскрывается. «Не желай достояния ближнего своего, ни жены, ни раба, ни вала, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Вот они все десять заповедей. Но поскольку они делятся на два раздела, это первые грехи против Бога, а вторые грехи против ближнего, то эти разделы вот выделены в Новом Завете всего на два, на два закона. И вот закон-то современный, Новый Завет, он очень простой. В формулировке своей. Не в том, чтобы его выполнить легко. Иногда его выполнить очень тяжело. Но в формулировке он очень простой. Всего две заповеди остаются. Вот и считайте закон о Хабурапе 284, а сейчас у нас уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, гражданский, земельный, это и это, миллионы законов. Ну, никто этого закона просто не знает. И там специально сделано, чтобы запутался человек в этих законах, как вот в селках птичка там запутывается, или там рыбка в сетях. В этих море законов. А вот Новый Завет, он формулирует очень простые законы. Первые, значит, возлюби Бога больше всего на свете. Ну, если кто атеист, он может слово Бога заменить на окружающую среду, возлюбий больше всего. Она тебя родила, вот эта вся природа, возлюби природу. Ага, как часть природы, вот все это, воздух, море там, не порти, не оскверняй. Наоборот, делай, благоустраивай природу. Для атеиста это природа Бога, а для верующих это Бог, который и природа, и все такое прочее. Даже вот неграмотные они, до революции они не знали ничего. Про кибернетику ничего, но они определяли. Бабушка у меня как определяла? Ну, Бог это Бог, это Отец, все он создает, все. Он из неживого может создать живого, из глины слепить человека. А что такое Дух? А Дух, говорит, это вот, он когда слепел человека, он вдохнул своего в него Духа-то, святого. Вот получился, человек отдал. А дальше она объясняла, а что такое Слово? Что такое Сын Божий? А Сын Божий – это Слово. Ну, по-нашему, это сейчас информация. Если для атеиста, то шифровать. Значит, вот такие понятия знали безграмотные. А сейчас у нас академики этого не знают. У Осипова-то редко кто слушает лекции. Вот здесь, на Ютьюбе, есть лекции у Осипова. Он все это дело разъясняет. И вот, к чему, значит, к этим грехам, законам, да? Казалось бы, все законы, для чего они предназначены? Не только для уничтожения вот этой коррупции, но и формирования человека. То есть, если с религиозной точки зрения, то для спасения человека. Спасение от чего? От моря вот этих грехов, от моря законов. Поскольку, пока законов этих не было, мы не были грешны. Пока законов не было. А как только мы столкнулись с этими законами, то вот мы и погрязли в этих грехах. Потому что мы этого раньше не знали. А раз мы не знали, то мы этого и не делали. У нас не было законов. По противоречию мы не совершали плохих поступков. А поскольку мы вот законов нам все время издают, и мы, оказывается, мы все погрязли в грехах. И вот закон-то, Божий, то он сформулировал то, чтобы как-то вылезти из этого положения. То есть, эти погрешности как-то устранить, если это возможно. С помощью внутренних каких-то сил, у которых у нас содержатся эти вот усилы, которые безграничны у нас, в принципе, внутри силы. Потому что вся бесконечность это в нашей центре отражается. Вся бесконечность Божия. Только мы просто не все это можем в голове отразить. Или с помощью окружающей среды мы должны как-то, то есть, с помощью ближних своих взаимодействий с социумом устранить. Для этого вот у нас формирует, нас загоняет стада, называется государство, все объединения, формации, религии и так далее, и так далее. Это все формы, как говорится, там лидеры есть, они нас ведут ко спасению. Ну, некоторые лидеры, конечно, ведут так же, как вот потом все тонут, все в погибель идут, как вот Ауси-Рихио, там такие секты, или вот сейчас вот суниты против шиитов куда-то идут, они тоже не туда, ну, и другие, все прочие. Ну, некоторые, допустим, ведут вот к богатству, к золотым куполам, к рясам, к адилам, к свечкам, к изображениям, это, ну, все по-разному, и люди вот разделяются вот потоками, потоками идут за каждым. Но мы в конечном счете должны понять для себя то, что спасись сам, и тогда тысячи вокруг тебя ближе к твоих спасутся. Это один принцип. А второй принцип, если ты видишь ближнего своего, допустим, ближнего, вот я с вами разговариваю, если бы я с вами видел, а может быть кто-нибудь, вот я говорю, может быть, кто курит, я бы ему сказал, ты же против себя работаешь, куришь, тебе надо бросать, ты же видишь, как цена на курио, студенты многие курят, цена на курио растет, это уже сигнал тебе, что, значит, курить, можно это бросить, и у тебя будет, во-первых, финансовая экономия, во-вторых, здоровье улучшится. Вот, если я это вижу и не сказал, то это будет мне грех. Ну, и ты погибнешь, который курит, и я погиб, который не сказал. Вот могу сказать, что попытки пересвитания беспризорников, ну, были какие-то успехи, но нельзя сказать, чтобы это было тотально, потому что общество, и почему еще общество, вот объясню, почему советская власть, она основная причина советской власти, гибели, потому что был отрыв отцов, матерей и от детей. Советская власть задействовала всех в процессе производства, это было связано с войнами, с беспризорными, а потом с восстановлением хозяйства. И получалось так, что родители, чтобы заработать вот эти гроши, вынуждены были там сутками находиться в этих заводах. Ведь там один выходной был, а у многих и ни одного выходного не было. И работали далеко не восемь часов. А потом еще была большая, ну, идеологическая накачка, оставались все потом на партсобрании. А на партсобрании было принято очень много говорить. И партсобрание иногда затягивает за 11-12 часов. Значит, дети беспризорные, с кем они там, с бабушками, если неграмотными, тогда уже еще старшее поколение было почти неграмотные после революции от которой. И вот этот отрыв произошел, уже люди получились малый контакт. Поэтому сейчас вот вводят закон, чтобы мать, допустим, сидела до трех лет. Старше ей сохраняется. До трех лет с ребенком важно сидеть, потому что в этот момент он именно приспосабливается к окружающей среде и формируется вот у него отпечаток, к чему он должен был приспособиться. И этот отпечаток потом уже ничем не смыть. Эти нейроны, все они зацикливаются так, что потом не выведешь. Вот были примеры, когда родителей не было, а дети, бабушка пьянствовала, а ребенок по двору в деревне бегал с собаками. Так его потом на ноги, по-моему, и так до сих пор, а разговаривать он до сих пор не умеет и ходит на четверейках и так, и не отучить вот этого мамы. То есть все где-то до какого-то возраста, до трех лет вот эти все основные навыки. Поэтому связь вот с родителями, раньше в поле идут люди, дети там в поле присутствуют. Беременные ходили даже в поле там. А потом с малыми детьми там на сенокосе помогали этими граблями. Дети тут же все не лежат. Вот. То есть дети были связаны с действиями родителей. Они поэтому были навыки вот эти вот жизненные. А в Советском Союзе был отрыв отцов и детей, был отрыв большой. Поэтому уже второй вот наше поколение, оно уже было, мы уже были как бы не советские люди, потому что мы на партсобрания на эти не ходили, на которые ходили на наши родители. Вот спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Влияние окружения на молодое поколение в СССР. Ну и в Англии, например. Вот еще второй фактор, то выпустил Хрущев, когда выпустил очень много, миллионы заключенных, в основном уголовник. Политических-то мало было, политических очень мало, да их и не выпустили. Выпустили то уголовника. И вот эти уголовники, они после школы детей встречали, и никто, как говорится, их не огораживал. Дети, идите с табаком принесите водки, принесите это, нате, покурите, там план был назывался, план по тому. И вот сигаретки детям вставали уже в этих сквериках, приучали к наркотикам. Вот эти тюрьмы, которые вышли, ребятишки. Преступлений стало сразу очень много. А в Англии, к примеру, в Англии, там же эта проблема давно, она уже 300 лет назад это была проблема, но они решили ее вот сникардинально. Они, когда вот эту Австралию превратили в колонию, они начали всех преступников туда, в Австралию, всех. Как чуть-чуть вот провинился, все в Австралию нафиг. И то самое, не контактируй, ты не контактируй с этими, со здоровым обществом-то. Зачем тебе контактируй? Иди туда и с кенгуру там эти, обнимайся, с кенгуру там дерись. А если с кенгуру дерутся хорошо ручками. таким образом Англии. Почему Англия сейчас, и все в ней так более идет традиции? Потому что она решила вопрос с преступностью кардинально. Хотя она использовала преступность, корона. Вот были там эти дрейки там какие-то морские, эти конкистадоры или как их еще называют морские пираты. Да, пираты. Вот это самое они же ведь в сказлую работали непосредственно, хотя и тайна. Все эти адмиралы и все они были грабители. Вот таким образом проблема значит два отрыв отцов от детей и преступность контактирует со здоровой частью общества. Особенно с подрастающим поколением. А у нас она прямо уже в школе эта преступность. Вот этот уже пидорясник он лезет уже воспитывав он ему закон божий хочет а он сам же педофил и пидорас извините за выражение. Ну он лезет в школу уже преподавать чему он там может своим примером. Ведь скажем даже в Писании что никакой священник он не выполняет то что говорит. Он говорит одно а делает он другое. Это уже принципиальный вопрос поэтому написано что из священника вообще если из обыкновенных людей может быть спасется один из десяти тысяч священник один из миллиона может из миллиарда один спасется из священника потому что там кто они то посмотрите сообщения в газетах это же кошмар что они творят вот они лезут сейчас формировать новое поколение вот и мы сейчас переходим к проблемам проблем формирования нового человека в СССР сверхзадачу какой поставили вроде правильный моральный кодекс строителя коммунизма ну одновременно же причины не устранили отцы и дети и контакт с преступным миром а задача хорошая вот мы думаем все об обществе а на себя это уже потом нам приложится это так и в Библии написано в Писании пожалуйста и вот а это написали же атеисты но они повторили все в Библии там же как в Библии написано думайте о пользе ближнего остальное все приложится вам апостол так пишет и коммунисты это все пиндюрили туда в этот моральный кол кодекс а с другой стороны там написано спасись сам и тысячи вокруг тебя спасутся это в этой же Библии написано так вот эту часть они пропустили коммунисты только одну часть дали то есть мы должны сами не спасаться а спасать общество которое ну разложившую партийную верхушку которая уже начала на Кубу ездить там Фиделю Кастро и сахарный тростник рубить и с девушками там темнокожими общаться вот таким образом уже они начали по элитным дачам там спецраспределители и так далее ну те же самые вот Абрамовича Грефа и так далее вот такая сверхзадача была создание нового человека она была ничем не подкреплена она была кто-то ее написал ну кто написал ну Суслов написал а Суслов кто такой был он же он же был ведь репрессиями занимался ему человек то было это ничто ему было только написать вот это идеальную схему и все отчитаться выполнить и очередную медаль уже Брежнев был весь в медалях упакованный также друг другу вешали медали и вот у них был этот моральный кодекс раньше думая о родине а потом о себе ну так мы старались комсомольцы так это мы строятряды все таскали влияние окружения на молодого поколения мы уже это проблема мигрантов проблема мигрантов ЕС пожалуйста вот сейчас мы посмотрим как они повлияют на молодое поколение вот в Германии уже убивают этих девчонок убивают они насилуют и так далее Англия ссылала уголовников в Австралию значит это мы закончили и у нас сейчас вот тот же самый интернет вот тоже фактор новый фактор да формирование казалось бы да ну вот пусть родители там они работают хоть 24 часа в сутки вот ребенку эту таблетку в руки сунули и давай там это ютубы инстаграмы фейсбуки вконтактах и там и так далее и тому подобное переписки картинки игры все это тыркают 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 с одной стороны хорошо вроде дети заняты но там же так же как вот вышел на улицу но ты вот идешь только на улице от школы до дома если ты школьник от школы до дома прошел вот тут тебя могут зацепить преступный элемент он как раз на выходе школы дежурит даже украдывает детей беспризорных то есть на пути от школы к дому и от дома к школе школьник идет один независимо какого он возраста он хоть и большого все равно кидает в машину и могут украсть ну там для своих целей каких они там живодерских целей непонятно но факт тот что вот этот только один промежуток нужно поконтролировать дом он уже безопасен в школе тоже относительно безопасен если пидорясник к нему не будут приставать или учитель физкультуры не полезет там к девочке там неположенные места то значит все будет нормально а сейчас когда интернет ребенок он все время на улице находится то есть он преступный элемент уже у него уже в руках вот он и он уже командует ему какие кнопки нажимать нажми сюда нажми сюда нажми сюда и ты уже все уже тут человек уже потеряно вот сейчас уже американцы они уже убьют тревогу что интеллект выпускников институтов у них даже институтов вот этих высших Гарвард там все и так такое вот хваленые все они тупые все действительно они очень тупые также вот и у нас тоже у нас уровень науки снизился потому что как делается диссертации то вот сейчас он мне сколько предлагает по интернету рекламка идет диссертации любые кандидатские докторские по всем отраслям заплати и все какие то это я могу так и академиком стать но многие так и и стали вот сейчас с ленкорами академиками за что их совершенно справедливо президент страны дрючил вот мы с вами сегодня первую такую первую такую лекцию вот этого цикла мы дальше этими грехами нашими будем заниматься я не говорю что вашими своими грехами а то я получается безгрешный что ли вы одни что ли грешные и мои грехи такие вот как насчет грехов вот уголовный кодекс я вот не грешу я тут только пару гвоздей с производства принес или там с хлеба с хлеба фабрики хлебопекарни я утащил там масло там растительное там сливочного только пуда два не больше ну и все больше я же я же не убивал я никого не носил не расплял и все и человек вроде как себя сам оправдывает а это не так если я что-то в уголовном кодексе нарушил то я его весь нарушил потому что кодекс и закон он один он стоит из двух частей вот против бога и против ближнего вот против бога это значит против себя против родителей а против ближнего это против окружающих то что где работаю где учусь где хожу бегаю и против вас допустим вот я сейчас грешу и перед вами каюсь прошу простить прощения если я что-нибудь сказал как говорится не параллельно вашему мышлению но хотел бы обратить внимание на это и вот мы сейчас десять этих заповедей дальнейших лекций постараемся конечно если бог даст и живо будем мы их рассмотрим эти десять подробно потому что имеется такое у нас произведение вот оно такое небольшого размера небольшое маленькое произведение вот в нем все грехи человеческие изложены ну все до самого последнего греха вот от первого до последнего и вот мы с вами кратко в кратном конечно кратко в десяти лекциях должны это дело осветить сейчас у нас было введение то есть мы определили что первый закон для человека мы знаем это закон Хамурапи Уголовный кодекс Хамурапи и совершенно новейший закон это закон Евангелия две заповеди всего две заповеди то есть все эти множество законов которые нам Дума дает сводятся к двум заповедям ну они они равносильны десяти заповедям которые мы с вами будем рассматривать они разворачиваются в десять а потом каждая из этих десяти разворачивается еще на целое разветвление и мы будем конкретно знать что делать можно что нельзя спасибо большое вам за внимание будьте здоровы до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч